Ну что, всем привет! У нас с вами сегодня будет замечательная поездка, потому что сегодня потрясающий день, день рождения Дани. Даня, если что, это мой муж, мало ли, кто не знал, вдруг бы только первый раз включили этот канал. В общем, мы сегодня едем кататься, кататься на сноубордах. Мы еще в Лос-Анджелесе не смотрели, не чекали никакие местные курорты. Здесь есть несколько мест, где вы можете покататься на сноуборде, потому что здесь есть снег. Как ни странно. И, в общем, мы пока поедем в ближайшую локацию. Это называется Big Bear Lake. Значит, ехать где-то часа два. Мы едем на дня 4. Сегодня вот как раз день рождения Дани. Я подарила ему на день рождения, потом вам покажу. Надеюсь, что сегодня это придет, потому что курьеры вчера что-то перепутали и не привезли шлем для сноуборда и этот комбинезон. Но без прикола сегодня не обойдется, поэтому обязательно смотрите этот ролик. Я кое-что придумала тоже, такой небольшой подарочек и сюрприз. Вот. Но это мы уже с вами увидим, когда мы приедем туда в дом. Приедет у нас небольшое количество наших друзей. И остальная часть может доедет уже впоследствии на остальное количество дней. Может быть, не в сам день рождения, потому что у всех есть дела. Еще было 8 марта, и Даня сделал мне подарок, который я вам почему-то не показала, зажала. Это вот такой... Такой поп-фанко. Или как он называется? Поп-фанко. Я вот такие штуки на самом деле не коллекционировала никогда. Но если вы заметили, что здесь написано, здесь написано «Попоша». Это я. Можно сделать, короче, свою фигурку, свою куколку. У меня здесь. Сейчас вам покажу. Вот такая штукенция. В общем, это я. Даня составил полностью весь образ. Выборил там прическу. Чем у меня будет в руках. Вот мое колечко. Тиффани. Вот. Это я типа блогер с телефона натихожу. И еще вот такая кошка. Это Яникс. Мой котик. Вот. Скажите прикол. Но это еще не все. Я сразу, естественно, подумала, блин, надо Дане тоже такую куклу сделать. Или куклу, или как это назвать? Фигурку. А он и себя сделал. Сейчас я вам тоже покажу, как он прикольно накреативил там. А это Даня так выглядит. Видите, написано «Данила Поперечный». Так что тоже берите на вооружение. У меня уже какой-то этот канал с идеями для подарков. Сначала у нас был ролик с всратными подарками. Но на самом деле там было тоже много чего прикольного. Потом новогодний влог. Тоже интересный, мне кажется. Там были подарки. И еще вот. Показываю вам. На самом деле Даня очень круто придумывает подарки. Именно которые такие необычные. Соответственно, у Дани вот он выглядит вот так. Светлые волосы, рыжая борода. Все как в реальной жизни. И ракета. Маленький. Вот так вот. Я еще видела всякие видосы, где этим куклам разрезают головы. Не знаю, кто-нибудь так делал или нет из вас. И что там внутри тоже есть типа органы. Ну, мозг типа в голове есть. Не знаю. Но проверять мы, конечно, не будем. Но если кто-то из вас так делал, обязательно напишите мне. Потому что меня реально волнует этот вопрос. А еще раз мы уже с вами заговорили про подарки. Я вам забываю все время показать, что мне Даня еще подарил. Или вообще вам не показывала на годовщину. Ну, не суть. Короче, я помню, что на годовщину. У меня уже память. Я уже реально даже не помню, как мы отмечали. В общем, да. Там было несколько подарков. И один из них очень прикольный, интересный. Это вот такие вот бесконечные часы. Вот вы заметите, что они вот прямо сейчас вот идут. Значит, здесь секунды, минуты, дни. Ой. Часы и дни. Механизм такой, что там есть такая чека. Вы ее выдергиваете, они запускаются. И ты их уже никогда не сможешь остановить. Потому что она нигде не вскрывается. Вот здесь вставлены какие-то долгоиграющие, супер долгоиграющие батарейки. Ну, вы можете купить вот такую штуку. Она будет идти, по-моему, до 30 лет или что-то такое. Можно привязать это к любому поводу. Там, рождение ребенка, начало отношений. Когда вы там друг другу сказали, я тебя люблю. Вот у нас подвязка такая, что к этому числу мы еще прибавляем 3 года. И вот столько, типа, мы вместе тусуемся и любим друг друга. Стоит вот такая штукенция. Такая капсула времени. Не знаю, есть ли такое в России. Но попробуйте найти. Мне кажется, это прикольно. И романтично. В общем, мы очень долго собирались. И, наконец-то, мы загрузились в машину, в наше небольшое путешествие на 4 дня. Посмотрите, как у нас все забито. Вот, во-первых, самое важное, то, что нужно было брать с собой, это вот этого чупсика. Потому что, ну, вот как, посмотрите, как его можно оставить дома. Ракета не видел снега уже 2 года. Так что мы его везем в первую очередь смотреть снег. То есть у человека... Ой, у человека. Ну да, можно сказать, что это человек. Очень важная миссия. Хорошо провести время. Заказали еды. Здесь, короче, капкейки. Там еще у ракеты под гамаком салаты. Здесь торт. Потом вы увидите, что это за торт восхитительный. Я очень за него переживаю. Потому что торт сделан по определенной технике. И чем дольше мы не будем его поджигать, тем сложнее. В общем, там это все потом будет реализовываться. И я не знаю с тем, как мы будем сейчас сначала ехать, а потом приедем. Мне надо срочно будет убрать его в холодильник. Короче, я все вам сниму. Я еще сама не видела вживую такие тортики. Но по двум причинам. Вы потом поймете, каким. Но надеюсь, что все будет хорошо, потому что я очень переживаю за это. Вот. Еще я Дане не могу сказать, что этот торт очень важен. Ну, как он понимает, что это важно. Он такой, ну ладно, если чуть подтает, ничего страшного. Я такая, да нет, это будет катастрофа. Держим пальчики. Надеюсь, что будет все окей. Вот так вот комфортабельно разместилась здесь у нас собака. Нам, мы в Питере. Он у нас ездил в основном в гамаке. Точнее, не в основном, а практически всегда он был в гамаке. Сиди, 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 ракета. Вот это вот такая конструкция, которая стелется. Здесь вот, причем в Питере у нас не было твердой подстилки, а здесь твердой. То есть ему вообще очень комфортно. А до этого, когда мы только купили Теслу, ракета ездила у нас в основном в багажнике. И да, там много места, но он не понимает, на что опереться. И он очень там, в общем, утелялся. А здесь, смотрите, вообще. С кайфом, я думаю, он будет ехать. Да, мой хороший. Ракета. Привет. Это влог с моего дня рождения, и мы нихуя не успеваем. Живя в США, волей-неволей обращаешь внимание на различия с Россией. В чем-то мы очень разные, прям очень. Но, к моему удивлению, во многих моментах Россия и Америка похожи. Это касается разных отраслей, но сейчас поговорим про отрасль продвижения, а именно про ее важнейшую визуальную часть – это графический дизайн. Графический дизайн в России и Америке имеет уникальные особенности, отражающие их культурные и исторические контексты. Допустим, в России очень любят яркие цвета, смелые шрифты, элементы, которые вдохновлены историческими русскими искусствами. А американский дизайн известен своим разнообразием стилей, от минимализма, его здесь очень любят, до какого-то яркого разнообразия, что имеет в себе влияние и отражение мультикультурности этой страны. Обе страны имеют активное сообщество дизайнеров, а также высококачественное образовательное учреждение в области графического дизайна. Ну и, соответственно, такие специалисты пользуются спросом как у нас, так и у них. Так что, владея такими навыками, вы можете найти работу практически где угодно. Самое важное – это иметь сильное портфолио. Назревает вопрос – а где же взять такое портфолио? Ответ в онлайн-школе дизайна – Contented. Школа Contented хороша тем, что прямо во время обучения вы можете получать реальный опыт и сразу же погрузиться в профессию. Именно здесь студенты могут поработать над настоящими проектами от крупных компаний, проходить стажировки в топовых агентствах, участвовать в хакатонах и конкурсах, тем самым выделяясь среди других соискателей-новичков. Выйдите с курса обладателем портфолио из 18 работ. В общем, обучаясь в этой школе, вас направят, вам помогут, а самое главное – пробудят в вас интерес. Студенты школы работали над аидентикой ярмарки современного искусства Cosmos School, создавали проекты для крупной компании по обжарке кофе Submarine, айдентику для Loftmark и много чего еще интересного. Если вдруг вы сомневаетесь, с чего вам начать и вообще подходит ли вам это, то у Contented есть для вас курс «Графический дизайнер с нуля до про». Графический дизайнер – это уникальный специалист, который создает рекламные баннеры, мерч, фирменный стиль компании, а также упаковку продуктов. В общем, весь тот самый визуал, о котором я говорила. Сейчас это безумно востребовано, и вы сами сталкиваетесь с этим каждый день по многу, очень, очень много раз. Потому что, мне кажется, во всех индустриях требуется такой специалист, и, соответственно, без работы вы точно не останетесь. Ну и немного о цифрах. Средние зарплаты начинаются где-то от 70 тысяч, а уже в дальнейшем на опыте превышают 150. Что немаловажно, особенно сейчас, работать можно дистанционно с любой точки мира. Вас, конечно же, обучат всем актуальным программам и инструментам. И для того, чтобы вы определились со своим направлением, вас погрузят в пять основных ответвлений. Это «Айдентика», «Дизайн упаковки», «Вебсайт», «Эмоушн и 3D». Обучение в комфортном режиме с дедлайнами и без. И, конечно же, у меня для вас есть мой промокод «Попоша», который дает вам скидку в 45%, и по нему же вы еще получите в подарок курс английского языка для дизайнеров. А также все детали вы можете узнать, отсканировав этот QR-код на экране. Ну и все, вам остается набраться только опыта, а, как известно, опыт приходит с контентом. Заехали за продуктами, и у Дани квест, он пошел без меня. Не знаю, что он купит. Вот, но я не смогла с ним пойти, потому что собака в машине, и мы бы могли включить режим для животных, когда Тесла циркуляцию воздуха контролирует, температуру. Но у нас она уже почти села, и в этом режиме... Ну, короче, когда садится батарейка, режим этот не включается, поэтому я сижу, жду Даню. Посмотрите, как смешно ракета всматривается в лица людей, потому что переживает, что его бросили. Еще посмотрите, какая у него седая борода стала. Ты уже совсем большой мальчик, с седобородой. Такая, конечно, странная картина, горы и пальмы. Да. Но это как в Сочи. Ну, кстати. Наверное, в каких-то местах. Едем заряжать тачку. Короче, обстановка такая. Мы зарядили машину, купили соль, специи, приправы дополнительно, попоили нашу собаку, едем на точку. Мы опаздываем на 2 часа на свою же ДРФ. Надеюсь, они там без меня не начали. Я переживаю, что торт испортится, потому что мы едем, и тут тепло. И что ты мне сказал? Я сказал, что мне на самом деле вот на торт в этом плане похеру, я не расстроюсь. Даже если ты мне, повтори, как я сказал, ебаную кашу дашь. Вот. Потому что для меня сейчас главное, что мы все соберемся, чтобы все хорошо провели время. И сам факт того, что торт был нормальный, стопудово, но благодаря моей транспортировке был поебан, я как бы не расстроюсь из-за этого. Хорошо. Знаете, кто расстроится? Я. Ура, мы наконец-то видим первый снег. Мы уже очень долго, где-то час, петляем по серпантинам. И вот, наконец-то, стала виднеться зима. Зима, зима, зима. В тот день, когда ты мне приснился, я все придумала сама. Делаем ставки. В казино. Один. Нет, делаем ставки, сблюет ли сейчас собака. Да не должен. Не должен. Выглядит. Он суетится, потому что туда-сюда колбасится машина, но не похоже на него неизблюбительных ребят. Ну, что-то. Он тоже в самолете не рыгал. Не могу сказать, что он когда-либо ездил по серпантину, конечно. Но бывали похожие все равно. Но такой дороги у нас не было. И еще что-то высоко, типа давление. О. Я, к сожалению, блядь, тоже хотел бы поглазеть, но я не могу. Не надо. Смотри на дорогу. Да мне и даже, кстати, на дороге красиво. Волны такие, уже снежок. Блин, я очень, на самом деле, за ракету рад, что он сейчас снежок увидит. И я. Потусуется снегом. Проиграет. Уже ебать снег любит. Ебать любит снег. Ебать любит снег. Отлично. Радет, что мы его сюда привезли. страхиваясь. Все, госпиталь. Где-то прям розовый. Мамана. А то мы в Сочи, блядь, один раз прокатились. Просто один раз. Что это за сезон катательный такой? Не это. Не удивлюсь, если... И тут один раз прокатимся. Может быть. Ну, хотя бы разведаем, что тут как-то. Ракет, вот снег. Короче, приехали с ребятами. Сейчас будем смотреть дом. Ребята нас уже давно ждут. Такая вот местность. Бедненький. Те укачал, наверное. Че? Пошли, нас с ребятами там будешь пойдем. Ага, сейчас. О, привет! Привет! О, привет! Ой, а это что вообще? как еще раз у нас целых три рыжих теперь понимаешь а кто-то третий Даня, Никита Соня мужчине в 30 лет вот такие подарки дарят так, небольшой рум-тур сначала заходим у нас здесь зона кухни здесь трудится пчелка Алена Пресня Кова прикольно так, здесь у нас с вами задний дворик мы как-нибудь его откроем я не знаю, давайте мы зайдем с другой стороны а это что? сколько таинственных дверей ладно так, плита здесь уже начинаем выкладывать нашу вкуснятинку закуски, бургеры тоже закуски тоже закуски просто третий пошли, поем это ладо, это прикольное место там вообще разъем так здесь вообще какой-то, конечно, другой воздух это обледенелось здесь в общем, дом с этой стороны выглядит вот так мне так очень мило попробуем с вами посмотреть, что здесь если зайти в эту дверь либо у нее проблемы, я не знаю как ты ломишься, мы там живем как дверь открывать? как открываются двери? можно? можно? ну да, только да, 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 размотаем пошли там вообще разъемка тут какие-то, да, блин это комната для нас дом больше оказался, чем был на... о, нифига себе какой длинный дальше, иди дальше подожди вот здесь поворачивает я уже запуталась да, да, да тут, а вот здесь, кстати, тоже, смотрите еще человек, блядь, шесть влезет тут не просто было написано три, 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 четыре, пять, шесть он может... о, блядь, меня током ударило вот хуйня все время бьет током короче, мы, может быть, даже разместим Лиску с Сашкой можно сюда вообще как-нибудь да, да ракет это ракетная будка фиг вам куда вы мне хотели? Лена, посмотри здесь вот еще кровать тут ребята, видимо, остановились мы здесь уже поспали мы все проперделись и даже никого не пустим а я поэтому понял, что это ваше место воняет да, но у нас тут очень холодно не накапливается поэтому нам надо прогреть конечно ну, кстати, нормальная эта ванна да, хорошая о, это ночной горшок вам даже кого-то здесь сможем разместить ну, Борис, я со своей собакой пришел да, заебись а что там за собака? а можно я подарок подарю? давай, сейчас, давай, знаешь, как сделаем? сейчас поднимись с нами на две секунды потому что мы, мы это, смотрим какой дом мы сами только-только зашли и если с собакой, надо их познакомить ого, какое тут приятно и там бильярд, покерный стол о, джакузи а как, кто-нибудь умеет это джакузи? она уже горячая а, да? да, ее надо просто раскрыть и она будет уже вау и у вас выход есть из спальни сюда да, это ваше почему они пишут спа-клост? они, типа, решают во сколько это она, видимо, выключается камер стоит на подогреве прикольно ну, здесь, конечно, домики они все равно такие пошарпанные выглядят ну, да но прикольно здесь нет ни одного свежего домика мы даже когда пытались а, ну, вот этот, кстати, ничего вот этот домик он маленький маленький, да вот ваш спальник вот это? да, и ты права хи-хи-хи что там, что там? о, привет ты чувствуешь, что у тебя 30? ты в зажарном доме и у тебя друзья с собаками сейчас сейчас дети видят вообще пиздец все вот ты могла через час это сказать зачем? все и половина друзей уже не пьет прикинь уже отбывали да? это половина, сами тоже да ой так светло а здесь а здесь наши дети да, трое все трое я говорю, тебе нужно фотосессию в ванной установить о, ванная инстаграмная, знаете, девочки да, да на закат слушай, ванная инстаграмные варианты такие тут можно ну да, кстати можно что-то организовать ну там с полотенцем на голове так все будет так, понятно что-то как будто дом вот если бы это был мой дом я вообще не понимаю как они вот это все тут выстроили логистику давайте здесь, мне кажется, будем шлить да, очень прикольно мне восьмера подарил билеты на фестиваль слип-кнот в октябре в Сакраменто ого, круто хитр? да смотри, мы тут будем виснуть все время я сейчас на онлайде сюда принесу и будет вообще бомба покерный стол стол бильярдный вот такое ты как, ты кто, собака? ракет, ты кто, твой друг новый? да я имею в виду, мы знаешь да, что мы можем что-то из скейтеринга сюда поставить пока мы тут играем что-то пьем и вроде бы вроде бы я вам показала все может быть, что-то еще потом досниму пойдем раскладывать вещи и отдыхать, наконец-то да, Бурбон? что это, вот эти у тебя важные дела? здравствуйте здравствуйте вас можно снимать во влог вы не инагенты вам так идет деревенская жизнь ой, ой смотрите, какая у нас аудиосистема у нас сломалась магнитола вау а то я тебя тогда не сняла в свой влог а мне все написали блядь, сними Лизу хоть где-то она появится ребята, она здесь все в порядке, видите? анал тысячи, госпожа полторы сними Лизу давай собаку мне бери его как сливочку опа побежали так идем встречать нашего друга ракету пошли, кисик встречайте, кисик ракеты пират ну как вы? ну это тоже правильный размер да кисюша, взорвай скорей на гор, молодец прикинь, сейчас со сколизмом холодно кисик первый раз видит снег я хочу, чтобы он пописал на него писасо писасо сделай нам сорбет существует ли такая точка вечера когда мы попробуем кого-то тезернуть мы сегодня обсуждали мне Ильич подарил но я попросил их этот электрошокер мне кажется может ну не в шею в ногу, например с ноги не вырубит давайте не будем никого электрошокером бить итак, ребята выносим торт не дышим с днем рождения тебя ребят, дубль номер два С днём рождения тебя, с днём рождения твоя таря, с днём рождения тебя. Спасибо, спасибо. Очень, очень грустный мем. Короче, очень много лет назад история этого мема. Кто-то сделал вот такую нарезку, где я сначала смеюсь, а потом плачу. И эта хуйня завирусилась на Западе, короче, как мем, как шаблон для мемов. Когда кто-то сначала что-то смешное говорит, а потом расстраивается. Вот, это были на меме, прямо для вас формат. А теперь загадывай желание. Ну от тебя куда и привезли. А можно загадать, что не было 20 дней. Надо, короче, с умом подпридумать. Да, но если садиться, надо с дубилочками садить. Всё, придумал. Спасибо, что приехали. Три пизды. Я вам очень рад. Есть кое-что. А что за ноль? Это не важно. Это упало. Я не единственная, кто хотел бы тебя поздравить. Поэтому тебе нужно сейчас этот необычный торт. А, там надо поджечь мем? Ебать, я такое только в ТикТоке видел. Да ладно. Я надеюсь, что это подожжется. Так, погнали. О, пошло. Слушай, если это... Вау. Там текст. Ну, это чуть дольше. Это как нам Mercedes мы когда покупали. Он очень медленно выезжал. И весь момент был очень... Ну не спешите. Сейчас я пока не буду смотреть. Пока не буду смотреть. Ну буквы русские, тебе будет легко. Зая, неужели там интеграция? Я просто... Это авиасейлс интегрей. Авиасейлс лучший сервис по господству дешевых авиабилетов. Это удивительно. Дорогой Даня, ты не поверишь. Но даже тут реклама авиасейлс попался. Заебись. Круто. Заебова. Небольшое отступление. Хочется вам немного рассказать, почему я действительно считаю, по моему скромному мнению, авиасейлс лучшим поисковиком дешевых авиабилетов. Так это в первую очередь как раз таки за то, что они уже не первый раз идут на мои такие всякие авантюры. Я ребятам предложила, и ребята согласились. Я несколько дней думала, что же прикольного, креативного и смешного. Как задекорировать, в общем, этот торт. И вдруг меня осенило, что есть авиасейлс. И ребята согласились и принесли такую изюминку в наш праздник, так скажем. Вот. Мы все получили позитивные эмоции. И я хочу отдельно еще раз выразить респект ребятам из авиасейлс, потому что сотрудничать с ними реально одно удовольствие. Ребят, люблю вас. Это мое. Опа. Опа. Ну что, доброе утро. У нас сегодня первый день в нашем домике. Я уже умылась, оделась. Сейчас поедем в завтракочную, вот эту типичную американскую. Я почему-то в этот раз, когда мы приехали, вот с момента, как мы, получается, сюда переехали, ни разу не ходила в такое место, только вот один раз, когда, ну не один раз, несколько раз, когда как раз с Машей Соколовой ездила. Птички какие-то поют. Это что еще за животное? Не знаю. Глаза еще даже разлепить не успела. Доброе утро. Ну что? Мы с Аленой вчера все убрали. Таким мы хозяйственным. Чистота. Мы просто убрались. У меня тоже нет похмелья, потому что я почти не пила, конечно, но все же. Я забрал все ваше похмелье себе. Есть? Ну чуть-чуть, да, Бугдин побаливает. Сейчас как ебнем, бери я сам. Бля, пожалуйста, он не так надолго просрочил наш долг. Не обязательно убивать его. Ебнем. А, а, а. Ты в чем? Ты в чем? Ладно, поехали завтракать. Ты настоящая американская собака. Ракета. Так, что мне выбрать? Стоять. Глаза, не. Собожи. Ага. Ого. Надо вам еще город посмотреть обязательно. Да. Сегодня вечером идем гулять в город из Глинтвейн. Мы нашли у самых вкусных сидер здесь. Вот это. Не Глинтвейн, а сидер. Я обычно сидер горячий. Или вот это. Мы пойдем гулять по городу и бить яблочный сидер. Надо брать вот это, я считаю. И вот это. И вот это. И вот это. Кстати, у нас ракета теперь сервис-доп. Че? Потому что ты припадаешь. Вот такая у него сейчас карточка с такой фотографией. Посмотрите, какая милость. Ракета. Лаборатор. Ракета сейчас тоже. С ума сойдет, да. Он полизал, он сказал, как-то пятно. Видим, тут сироп пролил, но этот вообще не может справиться. Это что? Чинназос. Сюда. Я заказала зачем-то еще десерт. Хотя знала. Я заказала эппл, киспи, какое-то с мороженым. Это я в стол, давайте мы все поковыряем ложкой. Мы в стол, кстати, очень вкусные начи всяких мясов. Мы все сумоисты. Ну все, чтобы мы на два дня поедим. Просто, да, еды просто на весь отпуск. Сейчас вы просто в столе находите. Да тут пофигне, ребят. Радик, спейте уже на склоне. Это разве много? На склоне? Это разве много? В том. Так, мы позавтракали. Сейчас едем за арендой досок и ботинок. И я еще хотела перед вами похвастаться. Будем ходить и строить. Хотела похвастаться, что Даня мне купил вот такой вот термо-стакан, термо-кружку. Это фирма Стэнли. И в чем ее прикол? Я увидела в ТикТоке, что все модные американские девчонки помешались на этих стаканах. Я, причем, не понимаю, в чем прикол. Но следую и повинуюсь. Конечно. Короче, она оказалась очень тяжелой. Причем это не самый большой размер. Есть просто гигантская. А это уже, вот, вы видите, да, по размеру сравните с моей головой. Она очень тяжелая. У нее не закрывается. То есть у нее вставлена, сейчас вам покажу, трубочка. И, то есть, нету никакого клапана, который может перекрыть вот эту дырку, если вы достаете эту трубочку. Вот. Но, в принципе, пока что я ставлю лайк. Но, скорее, просто за понт. Так, пока не знаю. Очень тяжелая. Очень. Но, если пластиковая кружка, вообще считается, что это, ну, гораздо хуже. И ее, когда сюда мойку, типа, там выделяется что-то. Поэтому эта металлическая, наверное, полезней. Не знаю. Вот. И я так поняла, что еще почему прикол этой кружки. Из-за того, что у них очень огромная, большая, короче, линейка цветовых возможностей. И я выбрала вот такой бледно-розовый. Я даже читал, если честно, что у них были большие проблемы с продажами. И они какого-то наняли, типа, маркетолога, который вот им перезапустил, сделал акцент на вот этой линейке цветов. И они у них поперло в хору. Есть люди, которые даже коллекционируют эти стенды. Да, да, да. Но прикол просто реально, что это не просто там, ну, сейчас, популярные. Это люди, которые, ну, я так понимаю, состояние сколотили вот чисто вот на этой херне. Даня, наконец-то, померил мой подарок на день рождения в виде комбинезона для катания. Готовы это узреть. Не многие знают, но когда тебе наступает 30, ты превращаешься в машинку Hot Wheels. Бля, да, это смешно. Я похож на каскадера такого старого, алдового. Ну, ты как будто бы либо машинка Hot Wheels, либо какой-то супергерой. Нормально. Все меня устраивает. Мне нравится крой, что оно такое в стиле 90-х. И сейчас я покажу вам свой комбинезон тоже, как он выглядит. Наш парный лук. Ну, это должна быть фотка, конечно. Смотри, как мы сочетаемся. Это на самом деле с одной фирмой, да? Да. Типси Элфс называется. Ё-ка-лёк, глядите. Смотрите, какая она ретро. Кстати, это мужской костюм вот у меня, эско. Но прикольно, он такой в стиле ретро. Поехали, покатаемся один раз. Пойдем. Пока похоже на Сочи даже чуть-чуть. Но я забыла перчатки. Пока перед вами хвасталась костюмом, запитала косичку, все забыла. Мы с Аней. Саня. Кто такая Аня? С Аней катаемся. Теперь с одной перчаткой каждой. Ну, погнали. Да, ну, немножко. Можно, знаешь, как сделать? Не, можно ее поставить себе на вторую ногу. На этих подъемниках нету держалок для... А, это вот так? Ну, на вторую ногу, да. Можно меня поставить? Как твои ощущения? Нормально. Но у меня бесит, что мы опять в последний момент приехали. Отдали 400 баксов за троих людей. У нас полтора часа катания. Отлично. Я очень боюсь срезать с этих подъемников, потому что каждый раз это просто какая-то дляйца. 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 Смотрите, как Даня в этом костюме смотрится ярко на склоне. Мне это очень нравится, потому что это, во-первых, безопасно. Если сойдет лавина, его легко будет под снегом найти. Мне тоже. Поэтому я не очень люблю... Поэтому я не очень люблю белые конвезы. Потому что это, конечно, да, эстетично. Это красиво, девочки. Но безопасно в этом. В малом. Прикольная доска какая-то нового поколения. У нее какие-то определенные бортики, которые легко скользят по снегу и меньше в него закапываются. Да и лезли куда-то повыше. Сейчас будем пробовать отсюда кататься. Но у меня все получается в этот раз, так что я очень рада. Вот здесь вот на первой. Да, я понял. Где мы сейчас? Мы сейчас вот на единичке поднялись наверх. И мы можем вот так по зеленой съехать. И вот здесь чуть-чуть синий. Готов? Да. Блин, как красиво. Какая сосна. Живописная. Я когда тебя встретил, тоже так думал. Слушайте, ну здесь очень красиво. Вот мы уже, получается, несколько раз съехали. И я могу сказать, что это прям хороший курорт. Биг Бэр Лейк называется. Для того, чтобы заменить его, ну, как бы, в Сочи. И не знаю. Знаю, что в Сочи своя тоже атмосфера. Но здесь тоже прикольно. Не могу сказать, что я разочарована. Наоборот, у меня были очень низкие ожидания. И сейчас я такая, вау, типа, здесь прикольно. Нету, правда, закрытых подъемников. Но это, в принципе, кофе. Привет. Едет. Смотрите, какой яркий мальчик. Блин, комбезы супер. Вообще все в таком обычном. А Даня вот такой яркий. Я его везде узнаю. Пришли с катания. Ракета тут молодец. Ждет нас. Правда, он залез на кровать. Но ничего. Так, конечно, ему идет загородная жизнь. Вот это вот в домики выйти. Смотрите, как прикольно, когда у тебя большая собака. Тут мы уже начали про дом задумываться. Хочешь пойти в туалет сходить быстренько? Вот так вот вывел собачку. И пойдем. Можно спуститься вниз, пописать. Я сама не переоделась. Ракета, пойдем? Да, не встретим. Пойдем? Давай, давай. Как аккуратно идет собачка. Наверх давай. Ну да, вот такая лестница. Ничего страшного. Давай, давай, давай. У тебя все получится. Боится. Не понимает, почему просветы тут. Да, 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 давай. Не страшно вообще. Это не страшно. Давай. Давай, давай. Ракета, ты чего? Боишься? Давай, давай. Господи, иди ко мне. Иди ко мне. Ракетчик. Нет, нет. Все хорошо, иди давай. У тебя получится. Давай. Да, молодец. Молодец. Иди сюда. Давай, давай. Давай, давай. Давай, хороший мой. Не страшно. Смотри на маму. Смотри на меня. Иди ко мне. Давай по маму. Давай я тебя как-нибудь. Давай. Давай, давай. Не страшно. Не страшно. Я знаю, что ты боишься высоты. Иди сюда. Ракета. Ну это же та же самая лестница. Куда ты пошел? Боился очень. Ракета. Ракета. Он эту лестницу понимает, как пройти, а здесь у него просветы. Ему страшно. Можно. Давай, давай. Давай, давай, ко мне. Плачет. Вот. Ты не представляешь, как он свистел? Слышу, да, слышу. Боится она. Боится моя маленькая. Все, хорошо. Пошли. Привет, у Катышка. А что это вы там делаете? Угу. Привет. Вы что, не узнали меня? О, смотри, там битвы. Это я. Блин, извини. Тебя, скорее всего, не узнают. Я просто ем как животное. О, блин. У тебя хорошо, тебе уже много есть. Всем приятно. А, по-другому. А, по-другому. А, по-другому. А, по-другому. А, по-другому. А, по-другому. О, сильно? Чего? Ладно, что... Сюда. Все, я буду есть. Сейчас будет смертельный номер. Мы решили прогуляться. И нашли вот такую площадку. И такую конструкцию. Сейчас... Сейчас... Я никогда... А как это называется, когда большие такие... Зиплайн. Зиплайн. Это зиплайн для меня. Или ракета. Я читал правила, можно ли тебе на ней кататься. Почему мне нельзя? Ну, вдруг это для деток. Ты здоровячка. Я вижу, что мало. Он тут со скамейки. Все, разбегайся, отталкивайся. Я не хочу разбегать. Ну, а иначе не получится. Она как ясно нам... А, вижу. Тебя просто качнет там в конце. Господи. Раскрипит. Да. Это было круто. Это было круто. Давай, не очкуй. Не могу. Да что такое? Давай, привет. Сейчас. Давай попробуй нормально. Лебать, как ты со мной. Лебать, как ты со мной. Давай, хватит. Это детское... Это для детей сделано. Ты че? И держись за эту штуку. Все. Поджимай ноги. И садись нормально попой. Блядь. Зачем я это придумала? Дерьмо. Вот, все. И едь спокойно. Выжила? Да. Ракета, она еще обратно должна как-то. Э-э, экстремалка. Ай, тут, конечно, да. Хочете? Да. 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 Это вау. Как будто можно бы... Как будто можно бы побыстрее. Ладно, давай я еще раз. Хорошая операторская работа. Смотрим, конечно. Экстремальный влог. А где-то что ты видишь? Сая, Сая, Сая! Все. 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 Так, чуть-чуть газку подбавить хотел. Все. Так, едь. Фу, 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 фу. Это землеройка обыкновенная, кстати. Зайчик, осторожно. Ракета, что случилось? Ты что? Матер, Славочка. Андрей? Как пистолет, что-то не шла туда. Сая, куда? Ой, пистолет, пистолет. Да нельзя. Я не там оттуда не достану потом. Плывет. Ты гляди. Вот это да. Вот это платье. Мне нравится, что он на уверенном этапе. Смотри, я ищу пошел. Конечно, не нормально. Не хочу, но сколько я сейчас наступать. Не, конечно, нет. Я не знаю. Да, еще я ее сзади буду открыть. Ух. Анимация полета заглючила. Ладно, пошли. Пошли на ужин, но, к сожалению, место, несмотря на то, что здесь вообще нет людей, как вы заметите, полная посадка и нам надо сейчас подождать. В общем, вот такие окрестности в этом городке. Очень, очень здесь спокойно. Но есть всякие туристические магазинчики. Это что, Рестерн? Ой, а какой-то бургер приятный там был. Алена мне луковый суп посоветовала. Я как все. Не, мне тоже пофиг, вы более голодные. Это, кстати, Евсея. Всем привет. Кому все? А? Это лайв? Нет. Она в перископе. Ну что, где главное? Здоровый клабхаус. Наконец-то вы приключились в нашу комнату. Давайте обсуждать, почему можно ждать по 45 минут заведения. Мочаечка. Видите, что у меня стакан другой. Я тебя все испортил. Подожди, я взял. Ален, вкусно? Обалденно. Это же М3 Макс, но типа... Ой, он такой корица. Корица, сладенький. И не кислый. И не кислый. Как конфета жидкая какая-то. Это полтора часа. И легкий в начале привкус спирта. Четыре камеры. Деликатный. Ну такой деликатенький, знаешь, легко прямо вот нотку улавливать. Ну да. Третий день нашей катки, ребята. Сегодня жизнь раздлилась надой после. И я теперь могу перекантовываться на синих трассах, когда достаточно резко. Я не знаю, что сегодня случилось, но это чисто классика. Вот. Сегодня у нас последний день. Завтра мы уезжаем. Сегодня уже после катки сдаем сноуборд. Вот. И все. Сегодня просто уже джакузи, ужин. И завтра едем обратно в Лос-Анджелес. Мне очень понравилось. Как получилось. У нас эта поездка. Хочу приезжать почаще. Вообще выяснилось, что да, аж до августа в том году был сезон. Так что я думаю, мы еще покатаемся и не раз. Данила, расскажите, какое у нас сейчас будет времяпрепровождение, если еще никто не понял. Катачай. Да, мы сильно объелись и решили, что у нас есть час до закрытия. Здесь все очень... До закрытия нас. Да, кстати. И здесь все очень близко. Мы решили заехать, поиграть в боулинг. Посмотрим, как он здесь выглядит. Это же деревня, по сути. Деревенский боулинг. Приколдесс. Слушайте. Ну, выглядит насыщенно. Автомат с одинаковыми игрушками. Ну, почти одинаковыми. А этот, типа... Блядь, не койка. Есть некоторые приколы. Муж и жена. Вот это бросок! Что хотите сказать? Ты сказал, что ты шаришь в этой теме. Ты, блядь. О, нихуя! Я в восторге уже. Очень даша. Ну, не приятно. Спасибо. Ого! Я разучился, пиздец. Это семейное. Это семейное. Это семейное. Это семейное. Так не должно быть. Это семейное. Ого! 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 Дормально! Дормально! Почти! Ого! 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 Было больно. Ребят, я разработала авторскую методику наконец-то. И готова вам показать, как нужно кидать шар. В общем, у нас выдались очень-очень удачные выходные. Если честно, я уже прям жду, когда мы сюда в следующий раз приедем. Если здесь не были, те, кто мало ли живут в Лос-Анджелесе, очень рекомендуем эту школу. Это просто, чтобы Полина понимала, чьи гены будут передаваться ее детям. Гены победителя. Ого! 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 Ого!